Здравствуйте, подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим устройство и принцип действия рециркуляционных шахтных сушилок. Особенностью шахтных сушилок является то, что тепло подводится конвективным способом к высушиваемому продукту. Кроме устройства и принципа действия сушилок, в видео также представлены конструкции, формы и взаимное расположение коробов сушилок. Конвективный способ сушки материалов. Этот способ сушки получил широкое распространение. Сушильный агент, нагретый воздух, перегретый пар либо смесь топочных газов выполняют функции теплоносителя и влагопоглотителя. Простота, возможность регулирования температуры материала – преимущество этого метода. Но при этом способе градиент температуры Дельта-Т направлен в сторону противоположную градиенту влагосодержания Дельта-У, что тормозит удаление влаги из материала. Другим недостатком конвективного способа сушки является относительно небольшие величины коэффициента теплоотдачи от сушильного агента к поверхности материала. От 11,6 до 23,2 Вт, деленное на метр квадрат Кельвин. Возможности интенсификации конвективной сушки связаны с увеличением тепломассообмена между материалом и сушильным агентом путем повышения скорости и температуры сушильного агента, либо уменьшение размера частиц. Процесс сушки в шахтных сушилках основан на конвективном способе подвода тепла к продукту. Агент сушки в шахтных сушилках выполняет функции тепловлагоносителя. Эти сушилки предназначены для сушки сыпучих продуктов. В наиболее распространенных шахтных сушилках, как в прямоточных, так и в рециркуляционных, в основном применяемых для сушки высоковлажного зерна. Сушильные и охладительные камеры представляют собой вертикальные шахты прямоугольного сечения с расположенными в них в шахматном порядке шаг по вертикали и по горизонтали от 200 до 300 миллиметров подводящими и отводящими коробами. Расстояние для прохода частиц не менее 80 миллиметров. В некоторых шахтных сушилках стенки сетчатые или жалюзийные. Короба служат для подвода и отвода агента сушки в сушильных камерах и атмосферного воздуха в охладительных камерах. В нижней части охладительных камер расположены выпускные устройства. Для нагрева зерна в шахтных рециркуляционных сушилках применяют камеры в виде прямоугольной шахты с расположенными в ней в шахматном порядке тормозящими элементами. В рециркуляционных сушилках продукт проходит через сушильную камеру несколько раз и число рециркуляций зависит от начальной влажности продукта. В рециркуляционных сушилках при охлаждении продукт проходит через шахту один раз. Шахтные рециркуляционные сушилки в отличие от прямоточных имеют тепловлагообменник, шахту рециркулирующего зерна для частичного его охлаждения и камеру нагрева зерна. Шахтные рециркуляционные зерносушилки позволяют высушивать продукты имеющие высокую начальную влажность. Предназначенные для сушки зерна. Рециркуляционные сушилки по конструктивному исполнению и способу нагрева материала можно разделить на рециркуляционные с противоточной продувкой зерна и с камерами нагрева, размещенными на сушилке или рядом. На рециркуляционные с перпендикулярной продувкой зерна и с подогревателем, расположенным в напорно-распределительной камере. Рециркуляционные сушилки с противоточной продувкой зерна состоят из приемного бункера, бесприводного устройства, камеры нагрева, тепловлагообменника, шахт промежуточного и окончательного охлаждения, выпускных механизмов, топки, вентиляционной системы и рециркуляционной нории. Рециркуляционные сушилки с перпендикулярной продувкой зерна и с подогревателем, расположенным в напорно-распределительной камере, состоят из двух сушильных камер с подогревателями, напорно-распределительной камеры, тепловлагообменников с регулируемым и не регулируемым охлаждением, распределенного перегородками на три части надсушильного бункера, топки, вентиляционного оборудования, двух рециркуляционных норий. Работа рециркуляционных сушилок характеризуется кратностью смешивания или коэффициентом рециркуляции. Соотношение смешиваемого сырого и рециркулирующего зерна зависит от начальной влажности и её снижения за один цикл. Рециркуляционные сушилки иногда не имеют специальной камеры нагрева. Но они работают по такому же принципу, как и все рециркуляционные сушилки. Далее в этом видео мы рассмотрим рециркуляционные сушилки марок целинная 30, целинная 50, rd2x2570, a1uzm и a1dsp50. Если вам интересна только одна из этих сушилок, то вы можете перейти по ссылке в описании по тайм-коду на начало описания этой сушилки. Зерна сушилка целинная 30. Представляет собой отдельно размещенный агрегат. Предназначена для сушки зерна различных культур, как продовольственного, так и семенного назначения, независимо от влажности. Предварительная очистка зерна не требуется, отделяются только крупные примеси. Сушилки устанавливают рядом с типовыми механизированными складами. И сушилка связывается с рабочей башней, снабженной приемным устройством зерна с автомобильного транспорта. Зерносушилка состоит из надсушильного бункера, загрузочного устройства, камеры нагрева, тепловлагообменника, охладительных шахт с воздухораспределительными коробами, бесприводного выпускного устройства, выпускного бункера Норий, одной рециркуляционной, производительностью 175 тонн в час и второй сдвоенной, трех вентиляторов. Кроме того, зерносушилка снабжена пылеочистительными устройствами, двумя циклонами и бункером для отходов и воздуховодами. В верхней части бункер имеет решетки для предотвращения попадания в сушилку крупных посторонних примесей. В нижней части четыре выпускных отверстия. Во избежание подпора Нори зерном в бункере предусмотрены два перепускных самотека. Загрузочное устройство установлено над камерой нагрева и снабжено четырьмя задвижками, работающими от одного привода. Под задвижками загрузочного устройства находятся конусы рассекатели. Камера нагрева состоит из трех секций, внутри которых размещены тормозящие элементы. Они представляют собой металлические решетки, изготовленные из стержней диаметром 16 миллиметров. В камере установлено 25 рядов решеток, причем размещены они так, что ячейки первой решетки полностью перекрываются стержнями пяти расположенных ниже рядов решеток. Для подвода и отвода агента сушки в верхней и нижней секциях камеры нагрева смонтированы патрубки, расположенные под углом 45 градусов к стенке камеры. Отработавший агент сушки отсасывается вентилятором и направляется на очистку в циклоны. Технологическая схема работы зерносушилки представлена на слайде. Сырое зерно со склада транспортером подается в Норию-3. Одновременно поступает по самотеку рециркуляционное зерно из сушильной шахты-10. Нория подает смесь зерна в бункер-4, а затем в виде так называемого дождя. Оно проходит в камеру нагрева-5 и далее поступает в тепловлагообменник-6. После чего смесь разделяется на два потока. Один из которых поступает в шахты-9 окончательного, другой в шахты-10 промежуточного охлаждения. Сухое зерно одной из Нории-7 подают на склад сухого зерна. Другой Норией можно поднимать сырое зерно с автомобильного транспорта. При этом отключают подачу сырого зерна со склада в Норию-3 и подавать в надсушильный бункер. Агент сушки вентилятором-2 засасывается из топки и проходит через подогреватель-5, где отдает тепло зерну. Затем очищается от пыли и легких примесей в циклоне-1 и направляется в атмосферу. Зерносушилка целинная-50. Создана на базе сушилки ДСП-24СН. Надшахтный бункер наращен по высоте до 4300 мм. Вместимость увеличена до 30 тонн. И бункер выполняет функции тепловлагообменника. Над ним установлена железобетонная камера нагрева размерами в плане 1,5 на 3,2 метра высотой 6 метров. Она смещена в сторону рециркуляционной шахты на 0,5 метра. В камере нагрева в поперечном направлении смонтировано 20 рядов труб диаметром 100 мм. По 7-8 штук в ряду. Шахт труб по горизонтали 400 мм. По вертикали 200 мм. Трубы каждого последующего ряда сдвинуты на 100 мм. Это создает условия для лучшего перемешивания зерна и равномерного распределения его по объему камеры. В нижней боковой части камеры имеется диффузор сечением 3000 на 1000 мм для подвода агента сушки. Во избежание попадания зерна выходное сечение диффузора перекрыто жалюзийной решеткой, а нижняя плоскость наклонена в сторону камеры нагрева на 45 градусов. Отработавший агент сушки отводится в верхней части камеры через боковой диффузор, соединенный с вентилятором. Сверху на камере нагрева установлен приемный металлический бункер, вместимостью 11 кубических метров, размерами в плане 1 на 3 метра, высотой 2 метра. В нижней его части расположен выпускной механизм непрерывного действия, при помощи которого зерно равномерно загружается в камеру нагрева. Для загрузки применяют безприводные устройства. Во избежание переполнения бункера предусмотрена сливная самотечная труба. Излишек зерна направляют в оперативный бункер, размещенный в сушильно-очистительной башне. В тепловлагообменнике также имеются сливная самотечная труба, измерительные преобразователи, датчики уровня и температуры зерна. Преобразователи уровня размещены в верхней части тепловлагообменника. Расстояние между ними по высоте полметра. При снижении уровня зерна ниже допустимого прекращается выпуск зерна из сушилки. Верхний измерительный преобразователь уровня предупреждает о переполнении зерном тепловлагообменника. Шахты сушилки ДСП-24СН оставлены без каких-либо конструктивных изменений. Обе они переведены полностью на продувание зерна наружным воздухом. Для этого вентиляторы, ранее подававшие агент сушки, отключены и переведены на подачу наружного воздуха. Вентилятор второй зоны сушки заменен другим вентилятором. Более подробно о конструкции сушилки ДСП-24СН смотрите в видео по ссылке, приведенной в описании и в подсказках. Продувание шахт параллельное. Одна из шахт сушилки переведена на рециркуляционный режим работы, то есть все зерно, выпускаемое из нее, смешивается с сырым зерном и вновь направляется в приемный бункер, а из него в камеру нагрева. Другая шахта работает в обычном прямоточном режиме, просушенное и охлажденное зерно направляют в хранилище. Для подъема смеси сырого и рециркулирующего зерна смонтирована нория 1-350, головка которой с приводом внесена на крышу сушильно-очистительной башни и установлена на станине, передающей нагрузки на стены рабочей башни. Высота нории 27 метров. Технические характеристики зерносушилок целинная 30 и целинная 50 представлены в таблице на слайде. Зерносушильный агрегат R2 на 25-70 и U2-UZB-50. Зерносушильный рециркулиционный агрегат R2 на 25-70 представляет собой два цельнометаллических совмещенных аппарата RD-25. Предназначен для сушки пшеницы, ржи, овса, ячменя в комплекте поточных транспортных технологических линий после уборочной обработки зерна. Агрегат устанавливают вне здания в привязке к силосному корпусу элеватора или в разрыве между рабочим зданием и силосным корпусом элеватора. Зерносушилка RD-2 на 25-70 состоит из отдельных стальных секций. Снабжена двумя норьями для рециркуляции зерна производительностью по 175 тонн в час каждая. Каждый аппарат зерносушилки включает камеру нагрева с вентилятором камеры. Бункер, загрузочное устройство, тепловлагообменник, шахты промежуточного и окончательного охлаждения, осадочную камеру с циклонами, бесприводные выпускные устройства, топку, диффузоры, тепловентиляционной системы. Бункер над камерой нагрева сварной из листовой стали. Имеет размеры 3000 на 2000 на 2730 миллиметров. Стенка одной секции над осадочной камерой имеет углон 40 градусов. Излишки зерна из бункера направляют в камеру нагрева через два переливных патрубка сечением 200 на 200 миллиметров. В нижней части бункера установлено загрузочное устройство, которое служит для равномерной подачи зерна в камеру нагрева и образования зерновой подушки в бункере, что предотвращает подсос атмосферного воздуха в камеру нагрева. Загрузочное устройство состоит из четырех воронок с выпускными отверстиями размером 200 на 200 миллиметров и двух горизонтально расположенных рам. В каждой раме шесть опорных роликов для горизонтального ее перемещения по направляющим при помощи винтового механизма с приводом. Управление задвижками дистанционное. Камера нагрева соединена с осадочной камерой и состоит по высоте из четырех секций. В качестве тормозящих элементов установлено 19 рядов металлических труб диаметром 27 миллиметров с вертикальным шагом 200 миллиметров и горизонтальным 400 миллиметров. В каждом ряду 6-7 стержней. Они расположены в шахматном порядке, что позволяет равномерно распределять зерно по камере нагрева. В качестве тормозящих элементов могут применять гирлянды из свободно висящих конусов. Тормозящие элементы должны обеспечить пребывание зерна в камере нагрева в течение 2-3 секунд. Камера нагрева теплоизолирована стекловатой толщиной 50 миллиметров и обшита листовой сталью толщиной 1 миллиметр. Агент сушки в камеру нагрева подают через диффузор, расположенный в ее нижней части над тепловлагообменником. Отработавший агент сушки отводят из камеры нагрева через осадочную камеру вентилятором C955 номер 8. Температура агента сушки на входе в камеру нагрева 250-350 градусов Цельсия. На выходе не более 80 градусов Цельсия. Одна из шахт охлаждения используется по прямому назначению. Вторая рециркуляционная, предназначена для частичного охлаждения зерна и удаления влаги. Шахты одинакового размера в плане 3000 на 1500 миллиметров высотой 4250 миллиметров. Каждая из шахт по высоте состоит из трех звеньев. Шахты монтируют на железобетонных опорах. В каждой шахте по 24 ряда коробов переменного сечения, установленных в шахматном порядке, кассетами по два короба в каждой. Всего в шахте 52 подводящих короба и 14 полукоробов. 56 отводящих коробов и 8 полукоробов. Защитные козырьки, изготовленные из оцинкованной стали, предохраняют отводящие короба шахты промежуточного охлаждения от попадания атмосферных осадков. Воздухораспределительная камера расположена со стороны шахты окончательного охлаждения. Атмосферный воздух продувают последовательно, сначала через шахту окончательного охлаждения, а затем через рециркуляционную шахту. Внутри воздухораспределительной камеры размещен диффузор для равномерного распределения воздуха по коробам. Технологическая схема работы зерносушильного агрегата R2 на 2570 представлена на слайде. Рассмотрим ее подробнее. Сырое зерно из бункера 10, а рециркулирующее из охладительной шахты 8 промежуточного охлаждения попадают в норию 2. Отсюда смесь зерна направляют в бункер 1. При помощи выпускного механизма зерно в виде дождя подают в камеру нагрева, где оно встречным потоком агента сушки нагревается и частично сушится. Затем зерно поступает в тепломассообменник, где происходит выравнивание температуры и частичное перераспределение влаги как в отдельном зерне, так и во всей массе. Рециркулирующее сухое более нагретое зерно передает тепло сырому зерну, а сырое зерно передает влагу рециркулирующему зерну. Из тепломассообменника зерно поступает в охладительные шахты. Из охладительной шахты частичного охлаждения зерно поступает в норию 2, где смешивается с сырым зерном, а из шахты окончательного охлаждения в норию 13 и далее на склад или элеватор. Зерносушилка У2 УЗБ-50 представляет собой усовершенствованную конструкцию зерносушилки R2 на 25-70. Зерносушилка У2 УЗБ-50 размер в плане 12800 на 4500 мм и высотой 25780 мм. Состоит из следующих узлов и состоит из нории 1, надсушильного бункера 2, выпускного механизма 3, воздухопровода 4, рециркулиционной шахты 5, диффузора 6, тепломассообменника 7, охладительной шахты 8, лестницы 9, выпускного механизма 10, топки 11, вентиляторов шахт охлаждения 12 и 13, диффузоров 14. Технологическая схема зерносушилки У2 УЗБ-50 представлена на слайде. Опираясь на описание технологической схемы зерносушилки РД2 на 25-70, вы также можете понять принцип действия зерносушилки У2 УЗБ-50. Техническая характеристика зерносушильных агрегатов РД2 на 25-70 и У2 УЗБ-50 представлены на слайде. Представлены на слайде. Зерносушилки А1 УЗМ и А1 ДСП-50. Шахтная рециркулиционная зерносушилка А1 УЗМ предназначена для семян подсолнечника, кукурузы, пшеницы и других зерновых культур. Рассчитана на использование в технологических линиях после уборочной обработки зерна в комплекте с элеваторами, складами и т.д. Обеспечивает высокий съем влаги и очистку отработавшего агента сушки и воздуха от легких примесей. Зерносушилка А1 УЗМ представляет собой единую металлоконструкцию, образованную двумя сушильными шахтами, объединенными напорно-распределительной камерой, стопкой, воздухопроводом, системами управления, контроля, сигнализации, подачи электроэнергии и топлива. Зерносушилка состоит из следующих основных частей. Надсушильного бункера, двух сушильных шахт, тепломассообменника, напорно-распределительные камеры с подогревателем, без приводного выпускного устройства, выпускного механизма, вентиляционного оборудования, включающего два вентилятора ВЦ-47610Ж-02, воздуховодов и газоходов, топки для сжигания жидкого топлива, системы очистки отработавших агента сушки и охлаждающего воздуха, двух норий 11-175-30, шахта охлаждения. Сырое зерно со складов или изоливатора подается в оперативный бункер 1, оттуда по самотеку в норью номер 1. При переполнении бункера 1 задвижка на самотеке сырого зерна закрывается и в надсушильный бункер 2, далее в сушильную секцию 18 и тепломассообменник 16. Через бесприводное выпускное устройство 15 зерно поступает в норью номер 2, оттуда по самотеку в надсушильный бункер. Зерно пересыпается через перегородку в бункер и подогреватель каскадного типа. Из подогревателя зерно по основному самотеку направляется в норью номер 3, где смешивается с сырым зерном, поступающим из бункера 1. Зерно, поступающее в надсушильный бункер номер 3, проходит через сушильную секцию 9 и охладительную зону. Крепление коробов в шахте показано на слайде. Если влажность зерна на выходе из охладительной зоны выше нормы, перекидной клапан перекрывает сливной самотек и зерно возвращается на досушку. Зерно сушилка А1DSP50 в основном аналогично зерно сушилке А1УЗМ. Отличительные особенности зерно сушилки А1DSP50. Отсутствует подогреватель в напорно-распределительной камере. Надсушильный бункер состоит из двух частей и одновременно является тепломассообменником. Выпускной механизм периодического действия. В нижних сушильных шахтах имеется отборник зерна для смешивания его с сырым зерном и рециркуляцией. Для регулирования температуры по зонам предусмотрены дроссельные заслонки для забора атмосферного воздуха. Технологическая схема зерно сушилки А1DSP50 представлена на слайде. На слайде цифрами обозначены следующие позиции. Топка 1, нории 2, 3, 4, бесприводный выпускной механизм 5, тепломассообменник 6, самотеки 7, 13, 14, 15, 17, Осадочные камеры 8, 22, 25, резервный бункер 9, сушильные камеры 10 и 19, задвижка сырого зерна 11, надсушильный бункер 12, 18, перекидной клапан 16 и 27, Вентиляторы 20 и 21, влагомер 23, охладительные секции 24, выпускной механизм 26. Технические характеристики зерно сушилок А1УЗМ, А1DSP50 представлены в таблице на слайде. Солода сушилки непрерывного действия LSH-A10 и LSH-A20 Вертикальные солода сушилки являются непрерывно действующими установками с автоматическим регулированием температуры теплоносителя. Применяются на пивоваренных заводах для сушки зелёного солода по заданному режиму. Солода сушилка LSH-A20 состоит из двух спаренных сушилок LSH-A10, поэтому основные узлы и детали унифицированы. Солода сушилка LSH-A10 состоит из распределителя камеры подвяливания. Камеры подвяливания, системы продувки этой камеры, переходного устройства, сушильных шахт, системы подачи агента сушки с вентиляторами и колориферами, механизма разгрузки. В комплект солода сушилок входят также шкафы электрооборудования, кип и автоматики. Распределитель состоит из профилированного щитка, вращающегося вокруг вертикальной оси. Камера подвяливания изготовлена из профильной и листовой стали. Имеет две загрузочные шахты, с двумя воронками и снабжена вентиляционной установкой. В систему продувки камеры подвяливания входит вентилятор C1446-5, колорифер KWS-10P и система распределительных воздуховодов. Для прохода подогретого воздуха в камеру подвяливания в боковых стенках загрузочных шахт и в наклонных стенках воронок встроены штампованные сито. Для соединения загрузочных шахт камеры подвяливания с сушильными шахтами корпуса сушилки, а также для направления солода из загрузочных шахт в сушильные шахты и равномерного его распределения по сушильным шахтам, имеется переходное устройство. Сушильные шахты заключены в стальной каркас с наружным покрытием термоизоляцией. Вертикальные каналы предназначены для направления потока агента сушки. Шахты составлены из отдельных блоков, изготовленных из профильной и листовой стали. В качестве наружной обшивки применяют тонколистовую сталь, которую крепят с помощью шурупов к деревянным брускам, а их, в свою очередь, прикрепляют болтами к наружным щитам солодосушилки. Пространство между наружными щитами и стальными листами заполняют теплоизоляцией, прессованные изоплиты толщиной 50 мм, из шлаковаты или стекловаты, или другой теплоизоляционный материал, подходящий по техническим характеристикам. Под сушильными шахтами расположен механизм разгрузки, который состоит из двух цилиндрических барабанов, расположенных по одному под каждой шахтой, приемного корыта, приводов разгрузочных барабанов и разгрузочного шнека. Барабаны изготовлены из сплошных труб, к поверхности которых приварены продольно оси барабана 8 уголков, которым крепится прорезиненная лента. Привод разгрузочных барабанов состоит из электродвигателя, червячного редуктора, вариатора и цепной передачи от редуктора к загрузочным барабанам. Цепной вариатор приводной колонки имеет диапазон регулирования, позволяющий изменить частоту вращения разгрузочных барабанов в нужных пределах. Разгрузочные барабаны при помощи кулачковых полумуфт можно включать раздельно. Выключать разгрузочные барабаны необходимо при включенном электродвигателе. Для сбора продукта и направления его к разгрузочному шнеку, механизм разгрузки имеет приемная корыта, расположенная под выгрузочными барабанами. Разгрузочный шнек предназначен для выгрузки высушенного солота из приемного корыта. Имеет индивидуальный привод. Привод разгрузочного шнека состоит из электродвигателя, эластичной муфты, червячного редуктора и цепной передачи от редуктора к валу шнека. Подача агента сушки в четвертую зону осуществляется вентилятором С470 номер 10 с приводом от электродвигателя мощностью 13 киловатт. Частота вращения 1460 оборотов в минуту через клиноременную передачу. Агент сушки нагревается в трех колориферах КВБ-11П. Производительность вентилятора регулируют заслонкой, встроенной в обсасывающем трубопроводе. Агент сушки подается в третью зону вентилятором С470 номер 10 с приводом от электродвигателя мощностью 17 киловатт. Частота вращения 1450 оборотов в минуту через клиноременную передачу. Воздух нагревают в колорифере КВБ-11П, который воздуховодами соединяет сушилку с вентилятором. Производительность вентилятора регулируют заслонкой и автоматическим регулятором, встроенным во всасывающем трубопроводе. При эксплуатации солода сушилки в условиях повышенной запыленности воздуха на всасывающем воздуховоде рекомендуется устанавливать фильтр для очистки воздуха. Зеленый солод через патрубок 1 поступает в разбрасыватель 2, который равномерно распределяет его по обоим каналам камеры подвяливания 3. Солод в камере подвяливания продувается подогретым наружным воздухом агентом сушки с помощью вентилятора 4. Воздух в камеру подвяливания поступает по системе воздуховодов 5. Во время работы машины загрузочные 6, сушильные 7 и разгрузочные 10 шахты заполнены солодом, перемещение которого сверху вниз осуществляется под действием собственного веса. Воздух, нагретый паровыми колориферами 14, подается в средний воздуховод 8, нижним нагнетающим центробежным вентилятором 15. Пересекая расположение по обеим сторонам сушильные шахты с находящимися в них слоем солода, агент сушки попадает в боковые каналы 9, а оттуда через сухой слой солода в средний канал. Пройдя 4 раза через слой солода, агент сушки отсасывается вентилятором 16 и выбрасывается в атмосферу. Высушенный солод выгружается в приемный бункер 12, выпускным механизмом 11. Из бункера солод шнеком 13 транспортируется для дальнейшей переработки. Режимы сушки светлого солода в сушилках ЛСХ представлены в таблице на слайде. Технические характеристики солода сушилок ЛСХА представлены на слайде. Солода сушилки ЛСХА просты по устройству, надежны и обеспечивают сушку солода непрерывно и с полной механизацией процесса. К недостаткам относятся большие габаритные размеры и масса. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную рециркулиционным шахтным сушилкам, их техническим характеристикам, устройству и принципу действия. Спасибо за внимание. На канале также есть другие видео, посвященные как сушильному оборудованию, так и оборудованию для проведения других процессов пищевых производств, а также машинно-аппаратурные схемы линий производства пищевой продукции. Ссылки на эти видео лекции я оставлю в описании. Спасибо за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует...